и так приветствую вас дамы и господа и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по косимическим рейнджером коварная замануха просто коварная замануха здравствуйте мухалов жаре так ада чат надо вывести думаю че забыл а в принципе рейси вчера был кто-то просто не пришел так это я включил это я включил я молодец кофе выпил все кой готов погода была слишком хорошая да где-то где такая погода слишком хорошая неинтересно того как у нас погода сдохнуть можно ты че знаешь где живу а разве там погода нормальная я думал там страшная погода как я не знаю что так give me the quest place так все тебя ээээ я мрошбан солнце ветерок liczada у нас в основных а солнце без ветерка Я хочу себе оружие помоднячье, но чё-то как-то его нема везде. На 12 играх, игра началась с днём было 33 каеву, как я во всем завидую. По-моему, роскоши торговать уже не выгодно. А вот, смотрите, 259 минимальная. А цена продажи какая-то, простите меня, 350 что-ли? Ага. Можно забабахать, ну-ка. Здравствуйте, мойка. Покажи затару корабля, щас покажу. Щас отмечу. На велес надо лететь. Как-то я по-другому, как-то можно по-другому принципу вспомнить. Ну, патч 0 альфа не могу показать, он не показывается. Ну и ракет не та самая говёная. Вот прокачка. Торговец, джид-ремонтник. Разве дюхоз? Кстати, у дюхоза день рождения было вчера. Так что дюхоза с днём рождения можно поздравить. Вчера было. Днём рождения, да-а-а-а. Видите, очень все забавно, у меня все пираты захвутили. Отвали от меня. В принципе, зайдёт. На ракет нам надо было менять уже энергетические бухи. Я понятия не имею, на какое оружие что надо менять, поэтому я ничего купил и всем не гоняю. То есть я в этом плане опираюсь лично на знания людей, которые мне советуют. Наркотики. А, да, я что-то с пиратами воевал. Чего-то как-то пираты меня не взлюбили за это. Хе-хе-хе. Нараза телемона тут же. На меня как-то пираты наехали очень весело. Сказали, деньги гоняй, я говорю, а идите в жопу. И напали на меня. Но я подумал, ну и хрен с вами, и напал на них. Уничтожил четыре корабля, а потом свалил. И на меня что-то какие-то пираты обиделись. Хе-хе-хе-хе. Вот, вот такая грустная история. Но это Интклей. Где? А, да. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты можешь раз усменить. Я, как бы, гражданство. Они меня воспринимать как-то стали. А до этого вообще не дружили. Так, товары. Вот, есть. Из ближайшего, да? Система Альфред. А, она, по-моему, да? Сразу надо. Система Альфред. Система Альфред. Вон. Изгл, какая планета. Здравствуйте, я меч. Ненормально. Вертик с топовое оружие. Но у меня 70 тысяч только есть. Каждое здание, это уже слишком рейнджеры. Если вы и дальше будем разговаривать 10-10 с леча именем, вы немедленно взлетаете и отправитесь на помощь коллегам-рейнджерам. Господи. Здравствуйте, 3D. Отвали. А, ну да, мне же нельзя нажимать кнопку «выбрать все оружие». Я же забыл, у меня же на это кнопку «муд» стоит. Так что мне придется ручками тыкать. Нормально. Все ракеты в солнце. Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Ну, так думаю, уже это можно и делать. И тут же всё уничтожили, блин, варвары. Продолжение следует... Здравствуйте, дропнорор. Дайте мне задание. Красивое. Я, кстати, нашёл прикольный корпус. Дорогустовый корпус рейнджера. Сектор охота, система Велеса. Ну, не знаю, может, продан уже. Парень опять. У него все слоты открыты. Вообще все. Продолжение следует... Секретить, на сегодня мы не даём задание... Ах, точнее. Загляю, по-моему, в туалетную бумагу. Я уж сходил, всё взял. Хе-хе-хе-хе-хе. Здравствуйте, дорог Савиньос. Наркотики… Апаньки… Вот… Фикса… Где-то на молях наркотиков… А че, роскошь так подорожала вниз окна? Так, год прошел, понятно… Вот, есть… А, блин, мне систему хиш надо открывать, вот давно пора… Потому что там очень много всяких прикольных есть, но… Да, конечно, перо… Наконец… Очень много прикольностей есть, но я туда попасть не могу, потому что не пускают… Вот, а теперь давай… Планета Кайяха… Отлично на зоне… Хорошо, но с крутой подобностью могут быть неопряги, хоть и не всегда… Ну, там 600 корпус… Фактически… Ну, такой же, как у меня… Почти… Хотя у меня здесь корпус прооблежен, а если бы что-то вышло… А у меня есть мягкое… Продолжение следует... 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 То есть бездобрезье бесполезно, значит, не ага. А даже пушки построить нельзя внутри, ну, фу-фу-фу. Как такими можно быть? Какие-то кислота на экране, ну, это утечка, мол, либо тексидные бомбы, да, это разлив топлива. Торговая маркировка вам дает максимум профит, это торговля, она дает вам к торговому опыту, если не стали. А-а-а. А где такую маркировку надо быть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а, это это, все, понял. Наркотики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какие-то суровые такие черно-голубые парни Суровые черно-голубые А вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Миссион инкомплейт Ну да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, они могли сюда какие-нибудь нормальные пушки поставить? Это же не сложно Раз иди консоры Субтитры сделал DimaTorzok Самое что интересно, тут фактически бесполезно что-либо делать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да Добрый день... Субтитры сделал DimaTorzok Выпьем часть этого. Мммм, кто же кого заботает? Мммм, кто же кого заботает? Нет, ничего нельзя. Ни подкрепление вызвать, ни туалетки построить. Мммм, кто же кого заботает? Да, я уже вижу, что карта такая, прям гений моделирования иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. А как тут, что заходить-то я не понял? Активирована программа Blackpatter. Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Короче, я понял, в чем щит. Я понял. Или нет. 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 Ты-то здесь откуда, господи? Дездемона моя! Я сейчас ругаться буду... И я этой бомбой сделаю... ... 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 Раны и лазеры, но... Я слова не могу передать, насколько тут упоение. Здравствуйте, друг. Говно! Это ембовое оружие! Говно! Редкостное говно! То, что перегревается через полсекунды использования. Редкостное говно! Пил! Пил! Продолжение следует... Куда ты, дебилушка? Родной мой, дегенератушка, родимый, зачем ты вперёд ездишь? Куда? Боже мой... Родной мой, дегенератушка, родимый, зачем ты вперёд? Куда ты, господи, столь? Родной мой, дегенератушка. Направо пойдём, налево пойдём. Направо пойдём, налево пойдём. Родной мой, дегенератушка. Родной мой, дегенератушка. Тэшкорборная небесия просто. 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 На задание типа убей всех? Не-не-не. Не-не-не-не-не. Я сразу удивился, как я это сделал. Как я это сделал? Так. На уме полетели. Я видел карты, которые посложнее, которые оказывались по факту попроще. Чем вот это вот. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Машинально сунув руку в потайную карман куртки, вы нащупали что-то твердое. Это оказалась кредитная карточка Galactic Express. Вычтительно изучили свою находку, в графе имя значилось Петрович, в графе профессия Рейнджер. Неужели это вы? Возможно. В графе деньги стояло 27 тысяч. Интересно, много это или мало? Высплетая карточку в карман, еще раз огляделись. Открыв тумбочку, вы увидели лишь несколько тараканов, тут же разбежавшиеся по разным углам. Кажется, никакой дополнительной информации в этой комнате вы уже не найдете. Вызвать кого-нибудь. Вы подняли крик и стали колотить в дверь. На возждов вскоре явился Беллинг в белом халате от рекомендовавшим доктором Дябиш-Ляпицем. Сображение двух родственных санитаров. Значит, это все-таки больница. Доктор объяснил, что у вас в числе частичная временная амнезия. Возможно, скоро помедить к нам вернется. Сказал врач, на этот вопрос, кажется, его... Но когда же это произойдет, он вам не ответил. Наш вопрос, где... Где вас нашли? Беллинг ответил, что вас нашел санитар, который живет в старом доме в жилой зоне. Доктор Тябш-Ляпт добавил также, что вы можете выписать, хотя сейчас нужно лишь оплачить счет в размере 9 тысяч кредитов. Потребователь развернутый счет. Пожалуйста, улыбнулся. Доктор протянул вам листочек бумаги. Грязевые ванны, компресс из болотной жижи, массаж верхних конечностей, массаж нижних конечностей, массаж против конечностей. Что? Это что за порно-массаж такой? Да хрена мне массаж против конечностей. Компания-место в палатке люкс один день. Ну, замечательно. Еда и медикаменты. Гонорар лечащего врача. Что-то какой-то дорогой гонорар. Господи, не жили с вами действительно все это проделывали? Что ж, ничего не поделаешь, придется платить. Заодно вы знали текущую дату и длилось ваше пребывание в больнице. Обладеет счет и вылететь. Вы стоите в главной улице старого и огражденного Пеллингского индустриального города. Недалеки виднеются огни местных баров. В которых проводят время те, кто работают или подолгу службы, оказались здесь. На спине у вас находится городской госпиталь. Слева жилой район, в котором расположен дом санитара. Справа магазин продуктов. Магазин все для охотников и охоты на них. А в глубине виднеется громада космопорта. И те к охотничьему магазину. Вы в магазине все для охотников и охоты на них. Перед вами располагаются полки с товарами. Большое всего вас заинтересовало дело с медикаментами. Вы спросили у продавца, есть ли у них универсальные аптечки. Но, к сожалению, их была только одна. Причем она стоила 200 кредитов. В других отделах вы обратили внимание на охотничье ружье за 500 кредитов, оптический прицел, к нему за 250, а также глушитель за сотку. Он также брал самонаводящийся охотничий капкан на мышей производства галльской фабрики Greenpeace. Но, к сожалению, он был выставочным образцом. Вы заглянули в книжный отдел, что там было много интересных книг для врученных охотой. Например, книга «Как незаметно подобраться к пинче Криаку», в которой вы нашли сумки полуседенного автора, поваренная книга «Голодного губ забран», правила о пользовании ружьем на древнем языке Гоши, но для вас они более вряд ли пригодились в отделах после охоты и продавались в основном похоронные принадлежности, гробы, самая дешевкая, то есть которых стоило 2000 кредитов, веньки и тому подобное. Так, купить ружье. Ружье батарея, но комфордаются только для охотничьей лицензии, и у продавец, что ж, вам будет запоискать оружие где-то в другой месте. Решать, я даю хоть прицелку, бля. И глушитель. Натив Космопорт. Вы подошли к большому и чистому зданию Космопорта, внешний вид которого вступал в явный персонал с городским пейзажем. Сказав служителю свое имя, вы узнали, что где стоит ваш корабль. Блевит, и все, улететь. Вы искать собственного корабля. Может быть, вам удастся найти на собственном корабле какие-то показания о том, что вы делаете на этой планете? Вдохновившись этой мыслью, вы принялись обыскать собственного корабля. И вскоре уже прослушали интересную запись. У нас есть очень рискованное, зато и высокоплачиваемое задание для смелого и решительного рейджера. Вы должны прибыть на планету Кияха в системе Арсене позднее 30 марта и поступить в распоряжение нашего агента, адрес которого мы вам дадим. Сразу же хотим предупредить вас о чрезвычайно большой опасности этого задания. Понятно. Итак, вы согласны? Значит, вы сюда послали гаальцы. В ближайшей шамбакомате можно проверить, получили ли вы аванс. Но, скорее всего, да. Но что случилось потом? Наверное, надо попробовать выйти на гаальцев. Жаль только, что адреса агента вы нигде не нашли. Зато вы нашли свой старый стайнер, который наверняка пригодится вам в этой опасной планете. В эти продукты и вот сходим. Купить бутылку водки. Вы вошли в магазин продуктов. В ассортименте были продукты, которые пользуются только пеллинги для приготовления блюд своей кухни. Самым популярным у них были болотная слизь, консервированные пиявки, леченьки комаров, дрездофилов под соусом и другие болотопродукты. В отделе деликатесов вы нашли привлекательные традиционные людские закуски и напитки. Чистый спирт, рассол, соленые огурцы и красная икра. Все они стоили очень дорого и вряд ли были по карману те, кто тут работал. Наверное, бутылка водки стоила 300 кредитов. За такие деньги можно хорошую пушку купить, подумали вы. Давайте водки возьмем. Бутылка была теплая, вы открыли и понюхали ее содержимое. И вам сразу стало так хорошо. Вы подумали о теплых краях и девушках, но из транса вас выгнал очередной покупатель. Громко хлопнув дверью, вы рассмотрели бутылку получше. И в ней было написано «Бэйдинрасья». Вы знали, что именно в этой странной стране делали самую лучшую водку, которая пользовалась спросом по всей галактике. Но там абсолютно не могли делать хорошую пуховку. Так же было и с этой бутылкой, этикетка которой была криво приклеена и пробка. Еще до того, как вы ее открыли, было едва завинчано. Хе-хе, отбил кто-то. Здравствуйте, зло. Так, ну поехали, давайте к дому, санитары. Вы подошли к зданию, на котором вам указал доктор Тяпша Ляпц. Оно было старым, большим и грязным. Как раз в углу подъездка находилась большая помойка, в которой копошлись какие-то животные, похожие на мышей, введенных вами на человеческой планете Земля. Так что на помойке вы заметили какого-то пеленга, где-то в лохмоте. Вы было подошли к нему спросить, что он тут делает, но вам вдруг ударил в нос такой аромат, что вы чуть не потеряли сознание. Со слов доктора, вы знали, что квартира санитара расположена на том же 38-м этаже, что и квартира, где вас нашли. Несколько минут трудного подъема по лестнице, и вы уже стоите на лестничной площадке 38-го этажа. От нее уходит дать длинный коридор, по обеим сторонам которого располагаются квартиры. Что же вы будете делать дальше? Вы прислушались к голосам, которые исходили из других квартир. Везде было тихо, за исключением одной квартиры, дверь которой была слегка приоткрыта. Прислушавшись, вы разобрали, что внутри разговаривают два торговца оружием. Один из них, видимо, главный ругал другого за то, что тот сорвал крупную сделку. Также вы поняли, что оба сильно пьяны, иначе почему бы они забыли закрыть дверь квартиры. Осторожно, задев квартиру, вы увидели сильно пьяных, малака и пилинга. Сразу стало ясно, что главный из них пилинг, так как он постоянно ругался на малака отборным матом. Будь мало, главное, вам вряд ли бы стал терпеть такое. Вы решили, что, возможно, от пилинга удастся добиться чего-нибудь полезного, но для этого придется сначала нейтрализовать малака. Глушить малак и стойнером. Вы быстро прислонили стойнер к широкой спине пьяного малака и два раза начали на спусковой крючок. Майл с глухим стуком свалился на пол, а пилинга удастся, но ставился на вас. Не все, как заобразить, кто вы и что вообще тут надо. Быстро заломив все четыре лапки и крепко связав их, вы перемотали второго из собутыльников к стулу, так удачно попавшимся под руку веревкой. Но че? Прекочет тебе сразу, или согласишься оказать мне кое-какую слуга? А еще лев от страха, пилинг воршит то, что делает все, все, что вы захотите. Так, можно оглушить пилинга и обыскать квартиру, я думаю. Давайте оглушаем. Ожиданно вам стало жалко, придурка, посвятился ей свою жизнь мерзкой профессии. Все злобы, что у вас осталось, выложили в хороший удар и ему поморги напоследок, врагив все, при этом палец. Нормально. Но все же оставили в живых, вернули в центр города. Что? Пять ебстоты. Эээээ... Ладно, вздем к санитару. Рявивший в квартиру санитара, дверь за которой была не заберта. Внутри сидела небольшого роста и человек, непонятно откуда взявшийся на этой пилингной планете. Вы спросили его о том, где и как он нашел вас. Он объяснил вам, что обнаружил вас лежащим без сознания на пороге квартиры дальше по коридору. На образе том, чья это квартира, он ответил, что точно не знает, вроде какого-то пилинга. Кажется, бизнесмена. Однако в эту квартиру часто наведлся один галец. Редкое явление на пилингских планетах. Которого санитар также видел в баре Золотая Лилия. Я думаю, ему в барду двину и оружие обещу. Выбором расписались санитарами в местоположении бара Золотая Лилия, ибо, благодарив, вышли в коридор. Итак, дело потихоньку проясняется. Выбрали те на планету Каяха по заданию гальцев, и в соседней квартире часто бывал какой-то галец. Нет сомнений, что в соседней квартире как раз и была Явка, где вы должны были встретиться с гальским агентом, про которого говорил заказчик с планеты Пальдео-Мео. Непонятно только, успели ли вы с ним встретиться, или вы согрели чем-то в углове еще до встречи. Остается только надеяться, что галец из бара обладает необходимой информацией и сможет выразнить, что для... Аж, ну, всю ситуацию. Здравствуйте, Коронат. Что за квест? Ну, не знаю, какой-то агентский. Вы стоите в длинном коридоре, ходящем от лестничной площадки 38-го этажа. Это уже было. Идите в квартиру, где вас нашли. Вы вышли в темную квартиру. Нащипав выключателя, вы быстро включили свет. Вопреки ожидания, вы меня нарушили в квартире ничего подозрительного. Пробежавшись глазами потому, что стояло внутри, вы поняли, что эта квартира явно принадлежала небедному пеленгу. Внутри был обостроен неплохой рабочий кабинет, который явно был перевернут с ног на голову. Видно было, что грабители хорошо перерыли эту квартиру. Выскать. Вы долго рылись в ограбленной квартире, но ничего ценного так и не нашли. Ухожу ваши предчастники. Очень хорошо обчистили эту квартиру до вас. Вышли из квартиры. Приднуться в центр. Идти в бар «Золотая лилия». В баре «Золотая лилия» было достаточно уютно. Приглашенный свет, негромкая музыка, и мерный негромкий у чужих разговоров. Из всех посетителей вам сразу бросился в глаза галец, который выделялся из столбы пеллингов, пивших местное полотно на стое. Понаблюдав еще немного, вы заметили в глубине бара роскошную проститутку, которая, судя по грустному виду, была готова отдаться за мизерную сумму. Пойдем к проститутке. Хе-хе-хе. Проститутка улыбнулась вам и сказала, что обещает гуру удивительных удовольствий всего за 100 кредитов. Весьма заманчиво предложение, если учесть, что шлюх дешевле 500 кредитов вы не видели даже на планете Земля, которая славилась своими проститутками. Что это, по-моему, развод? А такие проститутки в том, из-за своих моральных устоек? Ну тебя нафиг. Неожиданно раздруг заговорил голос совести или жадности, который сказал, что у вас сейчас полно других проблем, кроме бесполезной траты денег и времени. В это шли от проститутки и смешались с толпой в баре, а раздосадованная путана пошла искать себе клиента куда-то в другое место. Подойти к бармена. Вы подошли к бармену. Не фигуя себе бармен. Барменом тут почему-то был среднего роста малок. И кто-то среднего роста, да? Вы хитро подмигнули ему и спросили, какие в этом городе происходят события. Бармен ответил, что, собственно, ничего интересного в последнее время не происходит. Но мог бы сказать, что он как и сплетню за небольшую сумму. Дать бармену сотку. А вы дали бармену сотку, которую тот быстро схватил и спрятал в карман. Ну давай, спрашиваю, что тебе надо? Что-то загалится у вас в баре. А, черт его знает, сидит тут каждый день. Попали часов, и почти ничего не заказывает. Недовольно привручал малок. Кажется, кто-то говорит мне, что он с планетой Балтеломео. А что, нового в городе? Да, все по-сторому. В основном, ты, когда вас знаешь, он сел на два года за торговлю гашиша на чужую территорию. В узыском районе два авторитета не потеряли ремонтную мастерскую. Наверное, разборка будет. В заведении Лысого Перца новый бармен говорит, умеет делать коктейли слезы махпеллы. Надо бы у него поучиться. А еще я слыхал, что на днях приехал наркобарон-патрон со своей свитой. Чем мы тут надо? На этой там богозабытой планете. Здравствуйте, Сид Кромер. Здравствуйте, Кимк. Так, спасибо. Я узнал все, что хотел. Подойти к Альцу. Вы подошли к Альцу и представились тут очень оборадовался. Так это вы, Петрович. Меня зовут Япса. Я здешний резидент спецслужб планеты Полтоломео. Я ждал вас. Хорошо, что вам удалось посетить. К сожалению, я не успел озвредить вас, что наркобарон узнал о нашей встрече и устроил засаду. Я сам в последний момент узнал об этом от перебежчика и с его банды. К сожалению, наркобарон сменил место своей встречи с дилерами, поэтому даже я не знаю, что нам теперь делать. Подождите, я сам. Какой наркобарон? Какая встреча? Я так и не знаю, в чем заключается мое задание. Конечно, я ведь должен был сообщить вам его на кооперативной квартире. Так вот, несколько дней назад один из крупнейших наркобаронов, который замучил над своими контрабандами и подставками наркотиков на планету Содружества, прибыл сюда на планету Каяха, чтобы распределить товар по своим дилерам. Впервые он делает это самолично, так как партия товара это раз очень большая. На кооперативную зовут Патрон. Наш агент, внедрившийся к нему в банду, выяснял место встречи и время встречи. Вы, Петрович, должны были уничтожить Патрона. Что, простите, должен делать? А то же самое, что но сначала должен узнать, куда Патрон перенес встречу. Это вам, блядится, к тому перебежчику, которого я упоминал. Он работает в хохочище в магазине. Скажите ему, воруй, дети Гала. Он поймет, о чем вы. И поймет, что вы от меня. Ну, купите себе оружие. Их-то уже и есть оружие, превосходные бластеры. Но вы лишь в одном экземпляре. Эй, подождите сюда. Нет, я первых не играл. Так, к охотничьему магазину. Прийти к продавцу и сказать ему пароль. Вы подошли к продавцу и тихо прошептали дети Гала. Биллинг приставил палец к губам и отвел вас в угол магазина. Вас приставил Галец? Что вам надо? Мне нужно знать новое место встречи наркоборона патрона с дилерами, а также взять хорошее оружие. Биллинг сходил в подсобку приносил карту города, в которой стоял один крестик. Насколько мне известно, встреча наркоборона с дилерами будет проходить в подземном бункере, пасть в который можно только через патронный ход из его вилла. На карте указано расположение виллы наркоборона, но она очень хорошо храняется. Возможно, вы даже застанете его там. Будьте очень осторожны. Что же касается оружия, да я готов продать вам отличную автоматическую винтовку и 10 патронов к ней за 550. К сожалению, больше патронов сейчас снимаю. Давай. А, вот и вы, наконец-то. Узнали новом место встречи? Да, вы от карты. Ваш агент также сказал, что новое место встречи наркоборона с дилерами это подземный бункер на его вилле. Вот ее координаты. Отлично. Тогда начнем. Вы вышли из бара и сели в грави... грави... авто... грави... авто... автомобиль. Почему? А, грави... мобиль, да. Вы вышли из бара и сели в грави... мобиль гальца. Через полчаса вы подъехали к указам на карте места вилле наркоборона. Он стоял с двух этажей и вокруг дома располагается парк, которым можно было надежно спрятаться и вести огонь по охране. Видневшиеся на балконах дома... А, видневшиеся на балконах дома. Причерев глаза, быстро сочетали противников. Сзади видимости их было около пяти. Да, наилегкая будет работенка. Особенно, если наркобарон тут. Вы вылетели из крови мобилей и осторожно подошли к забору. Что удивительно, забор ничем не был защищен. Неколючие проволоки и не электричество. Галь спокойно порезал в заборе дыру горветонным ножом. Благо, он прикосно резал все что угодно, включая довольно толстый металл. И вы прошли под во двор. Сразу же заметили охранника, который патрулировал периметр от забора. Прошлось придаться в кустах. Так подождать, пока пеллинг варенциком спиной и глушить его из стайнера. Аккуратно подобравшись сзади, вы выстрелили из стайнера прямо в спину охраннику. Но оказалось, что тот был специально бриднишлети. Пеллинг развернулся и больно огревывался по голове прикладом. К счастью, вы успели поднять стайнера и выстрелить ему прямо в рожу. Огрышенный пеллинг свалился на землю и подоспевший галец перерезал ему глотку ножом. Обыскать труп. Сунув руку в карман убитого, тут же закричали от боли. Ваша рука угодила в капкан. Надо дать должно убитому охраннику. Он придумал отличное средство для борьбы с карманными ворами. Самое обидное заключается в том, что после аккуратного смотра карманов охранника ничего ценного там и не обнаружили. Козел. Осторожно обойти дом сзади. Вы аккуратно обошли дом сзади и заметили входы двух охранников, которые держали с оружием наперевес. К сожалению, вы случайно струбили на ветку, которая с грубки хрустом сломалась, привлекая себе внимание охранников. Проскинув мозгами, вы решили подвижить пилингов платы и облучить их из тайнера. Так, представлять обоих охранников из винтовки. Приказать гальцев утаковать левого противника и сам стрелять в правого. Вы приказали гальцев утаковать левого охранника сами взяли на себе правого. Ролик оказался положительным, у арханника вскоре были убиты. Впрочем выложили своего противника с одного выстрела. Впрочем волос с гальцем тоже немного досталось. Убитый гальцем из бластера охранник кстати его предсмертного боли мог привлечь чем-нибудь внимания сильно обгорел. А вот труп второго можно обыскать. Давайте обыщем. Снорвку в карман убитого тут же кричали от боли вашу руку гуделом капкан. Ничего не меняется. Вы вышли в просторный холл тума. Смотревшись вы бегло оценили планировку. В первой этаже было хорошо видно двери балконов находившихся на галерее. Широкая лестница вела к нескольким пометам расположенного второго этажа. К вашему удивлению на первом этаже не было ни единого охранника. Походив несколько минут по первому этажу вы обнаружили потайную дверь в которой был проход ведущий судя по всему в подземный бункер. Можно сразу спуститься в него а можно сначала обследовать второй этаж там может быть что-нибудь интересное. Давайте на второй пойдем. На втором этаже вы приметили три двери. Средняя роскошная дубовая дверь явно вела в кабинет к наркобарону. Другие двери были подскромнее и вы с абсолютной призранили куда-нибудь не могут везти пока вы стояли и раздумывали и с левой двери вдруг выскочило трое охранников с оружием и перевес. Вы быстро заняли оборонительную позицию спрятавшись за одном из статуи. В том где вы многое назад стреляли и обрушился сквольный огонь. Посадите лобовую атаку кальца. Высонули из укрытия ствола и оружия и стрелять в пеннигов не целясь. Вы не стали рисковать собой против столь серьезных противников и просто стреляли вслепую. Не высовываясь из укрытия. Это было не самое лучшее решение так как вы израсходовали много боеприпасов. Однако вам повезло самый невезучий из пеннигов словил таки одну из ваших пуль и смотрел все замертво. Увидев это двое других хамников скрылись за средней дверью. Вы встали в коридоре и перед вами было три двери. Напискать труп охранника. Кром анух виду угадал от аптечка и тут же упустили вход немного поправить свое здоровье. Ну слава тебе господи хоть хоть не капкан. Иди в среднюю комнату. За средней дверью была широко обставлена комната которая как вы предполагали являлась кабинетом наркобарона. Самого его впрочем тут и не оказалось да и не совсем на это надеялись зато здесь было оба последних охранников. Один из них свертался за массивным столом в центре комнаты другой впитался за сейфом в углу. Стреляйте одиночными выстрелами. С отменным холодногромем вы аккуратно вследили три пули ближайшего охранника и тут упал замертво. Однако его товарищ выстрел вам плечо и вы выронили вдруг винтовку. К счастью вы успели спередаться за столом так что следующая пуля охранника пролетили мимо вас. В это время ворвавшийся в комнату Галис прикончил последнего пеленга из блостера. Кажется охранника в доме больше не осталось. Вы находитесь в комнате наркобарона. На полу лежит труп охранника. В центре комнаты стоит массивный стол, а в углу расположение большую, но явно прочность сейв. Все остальное мебель в комнате интереса не представляет. Выскать труп охранника. В кроманах вы нашли 50 кредитов. Выскать стол. Я на верхнем месте столово обнаружили номер газеты «Научный вестник», которым контролирует была бы не одна из задач и одна сообразительность. Лякуша на крови мобиля каждую минуту пролетает на 500 метров меньше, чем Бомбай. На мотоцикле поэтому на путь 120 километров он назначивает на 2 часа больше, чем Бомбай. Вычислить скорость Лякуша и Бомбай. А рядом была приправка вести их квадрат одним числом. Хорошо, x равно 10 умножить на 2 в степени n на минус 10. Где n количество дней? А где количество дней? Как уже пролетает им с мислящем бомбай на мотоцикле в этом его пути вставить меньше на 2 часа вести их квадрат одним числом. Давненько это было. Ооо, дай бог помнить, как я это делал раньше. Вести первую цифру ответа. Иточек бумаги фон, блин, я не записал. Ааа, цифру 5-9. Так, x равно 10, скобка открывается 10 умножить или 10 минус. Блин, я уже забыл. Ааа, напомните мне. Не, можно разбить десятки, конечно, на двойки в степени, потом степень вынести из отдельного числа. Можно разбить как а нет, не получится но тоже не надо. Так, блин, на 2, 5 на 2, но 2 в 1, но хорошо, 1 будет. Пятеркаю куда делу. Блин, была бы восьмерка, было бы намного проще. двое обратно. А никак. Как? Пусть будет восьмерка, 3, 3, 6, 6, восьмерка, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, Позвать, потребовать, оплатить, идти в космопорт, обыскать, ждать все домой, пойти к охотничьим оглушинам, поглушить оптический прицел, купить аптечку, войти из магазина, найти к дому санитара, прислушаться, найти молоко первым, что вам пройдется под руку, оглушить молоко станнером, потребовать оружие. Так, оглушить пеллинга, продуктовым, подойди к продавцу, сказать пароли, ну, ключевое слово, продавец положил палец губам, ага, это, поэтому у тебя будешь отстаться уже после нашей встречи, ты хотел купить патроны, отлично, значит, прибавляем к цене патронов, цена винтовки, плюс компенсацию за моральный ущерб. Ну, давай. Дома санитара, зайти к санитарам, поблагодарить санитарам. Иди в квартиру, где вас нашли, обыскать квартиру, иди в центральную площадь, иди в золотую лилию. Ааа, подойти к Гальцу. Войди из барана, отправиться из центра. Хоть чем магазинов. Войди на улицу. Войди к Гальцу. Далее. Давайте выстрелим из ружья. Так. Голор из Марфио Зеверта, значит, хороший оптический прицел кормитовый глушитель сделал ваш выстрел почти неслышанным, так что остальные охранники вас не обнаружили. Так. Убрать охранников с балкона. Вы осторожно полезли вперед по парку и заняли отличную позицию за большой статуей болотного монстра. Отсюда прекрасно присматривается весь парадный фасад дома. Прицелившись, вы выстрелили в охранников на балконе и ранили его, скрывшись за дверью. Охранник, похоже, поднял тревогу, так что вскоре с головного входа выскочили двое других охранников и выезжали в лошадное правление. Произстрелять обоих охранников из винтовки. Войди к Гальцу легче не высовываться, вы открыли аккуратную стрельбу по охранникам. Благодаря отличному прицелу и хорошую позицию, две стрельбы вы выложили обоих охранников выстрелами, кроме того, хороший глушитель сделал ваши стрельбы неслышанным. Воскатило... А не идти в дом. Подняться на второй этаж. Вышелся из укрытия, прицельно стрелять в пилингов. Горок ворот на восемь, в закрытии стали прицельно стрелять в пилингов. Отлично. Идти в среднюю комнату. Галец пришел в среднюю комнату туда, раздал все звуки, выстрел с жуткой... Ага. А ну хорошо. Обыскать труп. Вы нашли аптечку. Хорошо. Обыскать труп. Обыскать труп. Обыскать труп. Он тут же получил от него удар ножом. Ай да охранник. Он докладывался мертвым, что ни вы ни Галец ничего не заподозрили. На Галец тут же добавил охранника, но это от этого не легче. Особенно заключить, что в карманах убитого ровно еще там ничего не было. Обыскать стол. Вот. Смотрите. Данный в ящике стоит так. Лекушка на гравиумобиле в каждую минуту пролетает на 500 метров меньше, чем бомбай на мотоцикле, размером мотоцикле поедал на путь. В 120 километров он задает времени меньше на 2 часа. Вычислить код, а вычислить скорость лекуши и бомбай. Ну давайте думать. Продолжение следует. Приятного аппетита. Что-то ни хрена не помню Десятки на двойки в степенях разбить нельзя Нельзя? Нельзя Кстати, почему нельзя? Так что 2 в степени 5 будет Это идиотизм То есть 2 в степени 2 Это 2 в степени 3 8 А, там уже 16 идет Никогда не любил такие задачи Если бы показали, хотя бы сколько дней они шли Учитель скорости Ликоши Бомбая Так... Это на пути 23 километра Задача времени 2 часа больше, чем Бомбая Я в упор не помню, как такое решается Хоть убейте Ни единой формулы вспомнить просто тупо не могу Субтитры сделал DimaTorzok Так я... Нет, я понимаю, но... Я не пойму, как их провести По формулу-то я помню У меня в конце концов пятерка была Когда меня с этого перло со всего Но я никогда не умел решать задачи То есть уравнения Сейчас запросто А вот задачи я в упор не помню, как их решают Хоть убейте И знаете, решение есть Знаете, сейчас все решение всего есть Это же неинтересно Сколько дней, скажи? Показатель дней здесь не указан Здесь сказано всего лишь, что на 2 часа Он больше потратил Чтобы в классе эту задачку 6 легко решил Ну, я в 6 классе тоже эту задачку легко решил Но что-то как-то задачек после 6 класса не было Причем ни одной Там дальше одни формулы идут до матрицы Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и нужно Да и знать, сколько тут дней Если так предположить, что это количество дней, то берем десятку Ну, то есть 2 в степени 1 20 минус 10 10 Их все равно 10 получается Ну, это идиотизм какой Тут не про это Это нужно вычислить скорость Именно Субтитры создавал DimaTorzok Короче, хрен его знает Просто хрен его знает До сих пор здесь, да, до сих пор здесь Сидим, думаем Пока не решаем, что так я уже никуда не смешу То есть там сижу, вспоминая, как все это решается Нет, это понятно Я просто не вижу, как все это формулы подставить Тем более количество дней тут произвольное К сожалению То есть количество дней не указано Можно Понятно, что можно разбить формулу по-другому Но количество дней тогда как мне понять Количество дней дальше будет Количество дней здесь вообще не указано Ну, запишите себе условия, а сейчас дальше посмотрим Задача по фермеру в том, что тут только половина покажет задача Смотри, цейф Смотри, цейф Нужно, чтобы было довольно примитивно конструкции Открывается у кого-то из четырех цифр Однако вариантов Было море Обыскать стул А, нету здесь Задача по фермеру Здравствуйте, мирак Продолжение следует... Ну че Ну че, туда продвинулся Вращение Потому что у меня ничего Вообще Чем ты должен быть четырехзначным Ну понятно Вычислили Скорость не больше И еще его сто девяти Должно быть у каждого Смотри, ну че Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok лёгким ранением. Давайте обучим второй, нашли 50 кредитов. Выбросились в поконье через пару поворотов и видели дверь с кодовым замком и стоящего около неё пеллинга. Приделся он, тот бросил оружие, стал просить о пощаде, а решение назрело само собой. Вы быстро схватили пеллинга и заломили ему руки назад, и потребовали код. «Не знаю кода, я всего лишь охранник» После нескольких ударов по морде удалось выяснить, что код можно знать, отгадав небольшую загадку, которую босс пеллингов вычитал в каком-то журнале. Пороть был зашифрован под ответом этой самой загадки, вручённой охранникам двери, чтобы проверить их интеллектуальный уровень, который, похоже, был равен нулю, так как отгадать загадку пеллинги так и не смогли. Больше из охранников вы не смогли ничего вытянуть, кроме того, что если введённый код будет неверно, то дверь заблокироваться намертво. Пельский фермер «Бухарик» разводит хряку плюхов. Эти животные размножаются так быстро, что их по голове ежедневно заставят в три раза. Начиная со второго дня, фермер поводится нападать стая страшных зверей, долбогрызов. Каждый вечер пожарящих в двух больших хрупокрахов, чем их было в предыдущий день. Сколько хрупок-кликов будет у фермера на седьмого вечера, если в начале было десять? Так… Господи, дайте мне бумажку. Проказитируется с кальцем. Эмм… Разводка, да, говорит, животные размножаются так быстро, что их по голове ежедневно заставят в три раза. То есть, первый день их было тридцать, но второй денег их было девяносто. То есть, в этот день их сражали шестьдесят. Получается, тридцать. Позавляю число дней. Позавляю. Так… Н семь… Так… Два в седьмой степени — это сколько? Ох… Я все забыл. Ээээ… Так… 10 минус два в седьмой степени… А… Десять… Десять умножить на два в седьмой степени – минус десять. Так, ну-ка. Калькулятор. это так 2 степени вообще есть хрен то корень есть так инженер надо не 30 будет но это посчитал да ну мало ли давать его считаем по формуле 128 умножаем на 10 минус 10 грит будет 1270 1270 да вообще как бы если так и задачу брать если эту форму будет сидеть на 30 потому что первый день их было если 10 нас еще так возрастает в три раза то есть их будет на второй на первый день 30 на второй рассекте будет 90 в чем было предыдущий день предыдущих денег было 30 умножаем надо уберем 60 и так далее то есть следующий денег в опять же будет 90 на прошлый день было 30 сражера 60 пойди пробок консультироваться я второго дня их стало 32 и опять размножаются их стало 90 на вечером пришлось долбогрызы и сели в двое больше бога вообще было вчера в первый день то есть 20 штук и того в начале третьего дня получаем 70 грн мне кажется чтобы разобрать решение таким образом можно вычислить а как поняли вот так в начале было 10 первый день они размножаются к началу второго дня их устало 30 вот как я не первый день посчитал а в трудении опять размножаются их стало дивинного стана вчера пришли долбогрызы сели вдвое больше чем мы было первый день то есть 20 начале их так третьего дня получаем 70 70 то есть 70 умножаем на 3 я долго на калькулятор бумажек принятой эту 70 умножаем на 3 чем 210 а прошлый день их было 90 90 умножаем на 2 180 210 минус 180 получаем 30 30 до 30 умножаем на 3 получаем 90 походите если не считает и каждый к чем их было вчера то есть их вчера было 210 умножаем на 2 чем минус что ли ушло ну давайте 1 2 7 0 Использовался зеленым, появилось сообщение, что веденок кот верен. А, ну слава богу, там правильная формула была. Вы легко открыли дверь и пошли в темное помещение. Комната была очень темная, но она явно отличалась от коридоров, по которым вышли раньше. Все стены здесь были немного деревянными, укрепленными стальными балками. Утром было достаточно тихо, если не считать топота и шума, слабо доносящегося сверху. Из комнаты вела одна дверь, которую вы с трудом различали в темноте. Пока возились дверью, Галлицу успел связать с пленного охранника, возможно, имеет смысл его допросить. Просить про охрану бункера. На верхнем этаже довольно доступен только один охранник, а в комнате с пультом, сказал Пеллинг. О про охране конечного этажа я вообще ничего не знаю, это зависит от желания босса. Может быть, куча охраны, может, вообще никого не быть. Просить про устройство бункера. Бункер состоит из двух этажей, объяснил Пеллинг. Верхний этаж — тот, в котором мы сейчас находимся. Тут, кроме этой комнаты, есть еще две. Ближня — пульт, охрана, с одним дежурным охранником, а дальняя — столовая. В конце коридора есть спуск вниз. В нижнем этаже четыре комнаты. Комната охраны, комната босса, кухня и большой зал. Здравствуйте, Шурат. Открыть дверь и выйти из комнаты. Вырубив Пеллинг и ударом по голове, к великому недовольству гальца вы решили выполнить свое общение и оставить охранников живых. Вы вышли из комнаты и коротки коридора. Вдоль левой стены коридора были две комнаты. Найти ближнюю дверь. Открыли ближнюю дверь и видели большой стол. Ставлены мониторами, то есть ищут за ним столом охранника Малака. Который-то не опомнился. Прорализовать Малака из стайнера. Вы хотели из стайнера, если как раз наживали на курок и встретив сразу половину заряда. Но зато Малак был полностью парализован. Он свалился со стула и так и не смог причинить вам вреда. Гальц тут же ради страховки полоснул его ножом. Выскаю трубу, осмотреть комнату. Птичку нашли. Вы принялись изматривать мониторы, которые стояли в комнате. Каждый из них показывал все помещения нижнего этажа, базы поочередно. Листница вниз пусто, коридор пусто, кухня. Комната охраны, большой зал нигде не души. Лишь кого-нибудь за столом сидел Галец и что-то писал. У него ваш путник словно обезумел. Это он, наркобарон-патрон. Это наша цель. Скорее вниз убьем его, мы себе выполнены. Зайти в столовую. Куда ты? Да-ка я, Галец. Надо скорее идти вниз, убивать наркобарона, пока охраны нет. Не слушаю. Вы подошли к двери в столовую и обнаружили, что она заберта. Что вы будете делать? Побить замок. Коротко очередь и замкают на двери, как не бывало. Вы смотрели в столовую, взяли телом полкупирую в 100 кредитов. Сюда нижний этаж. Вы спустились на нижний этаж и увидели коридор, по бокам которого было три двери. В дальнем торце коридора находилась четвертая дверь, ведущая в кабинет наркобарона. Она была обитой черной кожей, на ней висела табличка «Без стука не входить, опасно для жизни». Несмотря на интерпение, Гальцев взглянули во все остальные комнаты нижнего этажа, а везде было пусто. Где не было ничего интересного или подозрительного, если не считать подозрительной пустоты нижнего этажа в целом. Ворот за кабинет наркобарона Как только вы ворвались в кабинет, на вас со всех сторон оставили пушки спрятавшиеся охранники. «Засада!» – закричал ваш спутник. Это было последние слова. Выстрел из пасмакана снялся в упал башки. Честью вы успели взять на прицел наркобарона, сидевшего вас за столом. Охранники не решились старать вас боясь, что вы сможете прикончить их мусс. «Бросай оружие, сдавайся, Петрович!» – сказал наркобарон. «Игра окончена. Это твой единственный шанс остаться в живых!» Вы подумали, что слова наркобарона звучали более чем убедительно. Шансы убить охранников минимальны. Возможно, прислушаться голосу разума и сложить оружие. Пора стрелять наркобарона! Выстрелил наркобарона, ранив его в руку, и в тот же миг охрана открыла по вам огонь. Вы выронили свое оружие, и в этот момент, к счастью, наркобарон остановился в своих охранников. «Вы идиот, Петрович!» – сказал он вам. «А что вы, собственно, рассчитывали, открывая в мне огонь?» «Я вам совсем жить надоело. Кстати, разрешите мне представить, что меня зовут? Я сам. Я здешний резидент, предслужив планеты Палтеомео». «А это кто тогда такой?» Возьму расспросили, выкивая на труп вашего бывшего напарника. «Это некто патрон, глава одной из местных преступных группировок. Я попробую вам все объяснить, но только после того, как вы пройдете принудительное... ...вентоскопирование. Это поможет мне самому пояснить некоторые детали». Вас отвели в другую комнату, где уже было приготовлено необходимое оборудование. Привязывая к стулу, охранник надел на вашу голову специальный шлем. Пустил ток, и вы вновь провалились в темноту. Замечательно. Сознание медленно и неохотно занимало свое место в вашей голове. Кто я? Где я? И о чем вообще идет речь? К счастью, вы вдруг поняли, что знаете ответ на все эти вопросы. Вы, Реджер Петрович, находитесь на базе Токаяхо по заданию гальских предслужб на планете Палтеомео. Вы даже сумели вспомнить лицо чиновника, который дал вам это задание. Вы также вспомнили, что всю вашу жизнь, включая последний день, вас подвергали метасклопирование, и память вернулась к вам. Вот только смысл всего происходящего в последний день все еще остается для вас не есть. Ужие размышления были прерываны знакомым голосом. Ага, Петрович, очнулся. А три глаза увидели перед собой вчерашнего гальца, то ли наркоборона, то ли резидента. Он сидел в кресле за столом в своем кабинете. Вы также обнаружили, что сами сидите в таком же кресле напротив него, и ваши руки и ноги больше не связаны. Судя по всему, в кабинете больше никого и не было. Крутой поворот, да, прям неожиданный поворот. Что здесь происходит? Мы подвергли вас метасклопированию, и картина теперь полностью прояснилась. Вы должны были встретиться со мной на квартире моего агента, который под видом барыги пытался пойти в доверие к Пазону. Но, к сожалению, мой агент был раскрыт. Бандиты выпадали у него все, что он знал. Так что на квартире вас ждала засада. Сначала абоненты, по-видимому, хотели просто убить вас, но затем они придумали более изощренный план. Уничтожить резидентурус прислышав планеты Палтеломейл с помощью ее же наемника, то есть вас. Для этого вам ввели препарат, вызывающий время на амнезию, а затем разыграли перед вами целый спектакль. Практически все, кого вы встречали после того, как очнулись в больнице, были специально для вас представлены. Все, начиная с доктора Тяпша-ляпцы и санитары, и кончая баром на местами патроном. Говорили вам то, что должно было побудить вас напасть на мою виллу. Что вы, в конце концов, и сделали. Значит, значит, я провалил задание. Как ни странно, нет. Ваше задание должно было стать выяснение механизма доставки наркотиков с планеты Кайяха на Гальской планете, а также ликвидация патрона. Судя по вашей ментограмме, доктор Тяпша-ляпцы является членом банды, равно как и санитар в муниципальной больнице. Можно с уверенностью утверждать, что наркотики доставляются на нашу планету под видом гуманитарных грузов медицинского профиля. Зная это, мы без труда сможем пресечь их в дальнейшей поставке. Но патрон, как вы помните, был убит вчера прямо здесь, в моем кабинете. Так что задание вы выполнили. Можете теперь спокойно лететь на планету Балталаме за своим конораром. Причем, если у вас какие-нибудь вопросы, я с радостью на них отвечу. А как насчет премии? Отсюда Гальца мрачилась. Положенную вам премию вы не получите. Она пойдет на возмещение ущерба, причиненная вовремя в процессе выполнения миссии. Нормот мои виллы и выплаты компенсации семьи мупитых вами охранников. Хотите благореть, если бы то, что они не были пелегами, да малакой. Так как если бы вы убили хотятого Гальца, то для выплаты компенсации вам пришлось бы продать собственный корабль. Ага. От сволочи денег не дали. Почему наркобарон Патрон пошел со мной на штурм? А, я вижу, начинаете соображать, воскликнул я сам. Почему же раньше вам не пришел в голову аналогичный вопрос? Неужели вы не видели дыры в рассказанных вам бандитах истории? Я могу указать кучу таких дыр, затем наркобарону самолично ввести товар дилерам, когда для этой цели существуют наркокурьеры. Зачем было бандитам оставлять вас в живых после явки на квартиру? Не лучше ли было вас убить? Почему Гальцкий резидент, как он вам представился, ждал вас в баре? С чего взял, что вы явитесь именно в этот бар? Неужели все вам не показалось подозрительным? Я могу объяснить это только паучинам вам ударом по голове. Ведь если бы вы задумывались об этом чуть раньше, мне не пришлось бы теперь ремонтировать свою виллу. Вы так и не ответили на вопрос, констатировали вы. Почему Патрон полез в пекло вместе с вами? Вверх, это единственный галец в банде. Во-вторых, он не такой уж и крупный наркобарон, каким себя изображал. Так, лидер одной из преступных группировок. В-третьих, у него всегда была репутация рискового парня. В-четвертых, в основную работу все равно должны были сделать и вы. Наконец-то кто-то должен был убрать вас по завершенные тела. Но вы как полагаете. Откуда ваша карьера взяла засада? Ведь на мониторе охраны не было видно, что вы здесь... Что было, что вы один, в общем. Неужели вы думаете, что я позволю своей охране видеть все, что происходит в моем кабинете? Разменялся я сам. У меня есть кнопка, которая переключает монитор охраны с камеры наблюдения на заранее подготовленную запись. Именно такую запись вы и видели. Почему же вы не вышли на меня раньше и не предотвратили штурм виллы? Ваш глупый вопрос вызывает у студента лишь раздражение. А откуда мне было знать, что вы живы? Я узнал об этом лишь тогда, когда вы начали штурмовать мою виллу. Хорошо еще, что я успел организовать засаду в своем кабинете. В общем, весь пуля косоруги и его брат. Какой еще пуля? Какой косоруги? Вот его брат спросил я сам. Вы еще кого-то убили. Нет, нет, что вы. А, впрочем, не важно, заключил Галец. Никаких пуля мало вам не заказывали, так что и оплачивать их не собираемся. У меня нет вопросов. В каком случае, мои ребята оставят вас в космопорт. Через пару часов вы уже были на своем корабле усевшись в комфортное кресло. Вы постарались забыть о том, что с вами произошло, и думали только о хорошем. Например, ждущий вас на плоте Балталаме вознаграждением за труды. Ой, Борда, какое-то не задание. Валим отсюда. Витапраорис, прайорис. Так, еще отмени. Надо, чтобы уничтожили. Нужно его отбить. Ву, как жарко. Это... Я понятия не имею, какого типа этого корабля. От говна. Теперь-то меня это болит. Задолбала она. Вперёд, когда не бросится спецкорпус быстрый, это спецкорпус быстрый 2. Вперёд, время. Самый лучший из них Быстрый 3, но был бы только Быстрый 2. Других не было. Стратегия через ракеты убыточна, весьма и весьма убыточна, но я не знаю, какое другое оружие использовать. Мне никто не советует. То есть посоветую другое оружие, я буду использовать другое оружие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще два типа этих DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надо быстрее валить куда-нибудь и лечиться. Это чувство уже и без меня разберется. Самое лучшее оружие мультирезонатора. Мне бы просто как бы сейчас оружие, которое я могу использовать. Так, динаминатовское исследование, Блазарский отдел. Так, динаминатовское исследование. Корпус молнии серии стандарт. Отвратительная вещь. Десять тысячи охренеть. Здравствуйте, Шарфик. Порталом... Так, где? Потоковые бластеры. Давайте поищем потоковые бластеры. Так, на вашу систему напали враги. Помогите нам. А смотрите, потоковые бластеры. Какие артефакты нацепленные гида и скорость перемещения. Так, потоковые бластеры. Тяжелые недовольны. Я две все соберу. Возьмем пока самые такие вот... Ну, еще здесь один возьмем уже. Я читер. Че да я читер. Гдэч... А, да. Атлан. Ну, видимо, все сгубили, вот и не нашлось. Я тут отблечу планеты умея. Те денег хватит, да, ходит? Ну, неси тяжелую. Тааак. Этот я уже взял. Мне нужно на арт следить. Сейчас заодно давайте глянем, что тут можно купить. В плане наркотиков, коли мы здесь. Что в плане роскоши здесь есть? Ни шишей здесь нет. А наркоту нельзя пока продать это бессмысленно. Да. На планетах пиратов наркоту продавать там бессмысленно. И только покупать можно. Так. Лечить. Серьезная пыль. Галистро времени. Дай мне галистро времени. За 4 тысячи, блин, офигеть. Скорость корабля. Тысяча. Уииииииии. Доминиал Блэк Джек. Сейчас глянем. Может малки задания дадут. Здесь для тебя задания, Домблесный Ранжер Метрович. Присядет. Так не выпей кружку синтетического. Знаменитого Медовухи о механическом коне позаботиться конюхи. А до буквого выслуживания оказывается нашему с феянами противостоянию не одна тысяча лет. Мы думали, что они просто мерзкие хлебики, а тут, оказывается, исторические корни виноваты. Есть и доказательства. Буквально на днях к нашу руке попал сохранившийся с тех пор исторический документ. Называется он «Сказание о Филееме и Громгаре». Речь о нашей доблестной феянской бодности. Правда, так называлась она тогда эльфами, а мы урками. Но в основном все осталось неизменено. Вот, Петр Ильич, послушай сам. Однажды наш славный поведитель Громгар собрал свое войско и отправился в поход, чтобы победить и взвергнуть своего заглядного врага Филонею. Три дня шли не навстречу восходу и оставалась за ними черная полоса вытоптанных земли. На четвертый день направлялся войску до границы наших земель, а там их поджидал сам Филонея, в окне своей хилипкой и островкой армии. Тогда перестроились войска в боевые порядки и бросились они в атаку. Началась Великая Сеча, но никто не мог взять в ней верх. Наши войны крушили и громили всех подряд таборами и булавами, а проклятые хиляки издали закидывали нас стрелами и заклинаниями. Так прошло три дня. Вдруг выехал вперед сам трусливый Филонея и закричал, и громко, разумеется, тющим и кричим, что пока мы бились с его войсками, проникли на наши земли и захватили их полонив и безумных стариков и малых детей. Сторонку нашим о том, что детишки у нас были активны, да и старики не совсем беспомощные. И сказал он, что словам мы создавались мы иначе перебьем всех наших родичей. Так вот и пришлось нам заключить мир на их условиях. Такие дела, Петрович. Неважно, что это было давно, а сам факт их гнусного поступка вызывает отомщение. Сквозь века прошу отвезти копию этого документа на планету Этниклей, что в системе Виллис. Вместе с нашими требованиями о компенсациях за деяние и крайне срок до вставки. Давай потруднее. Я перевезу это задание, мне все равно надо выйти. Дайте свою мушку сделаю. Ты сейчас как продам, как сяду. Разве ты штурм додавил? А надземные битвы? Ну не знаю, если будут, то будут. Планета Эйнекал. Хе-хе-хе. Слушай, если шарабль не умется, скоро стремитесь полотеться. Вぃ... Эм... Перед судина... ...пиздобразничает. Не буду я с ними драться. Мало мне это интересует. Попробуй! Капляй, ой. Почему 150%? Ну там сверху написано, почему 150%. Потому что 200% я пробовал, начал сливаться, меня задолбало каждый раз она начинает. Нет, не клеим. Прекрасно, Батарыч, давненько я так не смеялся. Если бы ворки, простите, малаки дочитали на последней странице, то обнаружили бы, что книга эта издана на одной из наших планет. Все два года назад. Вы не представляете, насколько сейчас популярна классическая фэнтези. Признаться, я и сам почитываю кое-что в свободное время. Думаю, требует целую планету только за то, что наши писатели обладают бурной фантазией. Это не больше перебора. Как и выплачивать вам за доставку, думаю, вы не обидитесь, если мы дадим вам 30 тысяч кредитов. Для беспокойства нет? Вот и замечательно. Лучше бы мне денег дали. Так, есть специальное задание. Так, я согласен вашему дистанции, Петерыч, вы уже не учёк управления наземными роботами. И мы решили разложить на вас почётную миссию освобождения острова Пирамид, в связи с осуществлением древних цивилизаций на планете Эдниклей. Мы почти ничего не знаем об этой культуре, ведь она исчезла долго до нашего заселения этих благородных земель. И поэтому нашим учёным особенно важно вернуть остров для дальнейшего изучения следов ушедших народов. Ну давай, давай. Ничего мне не надо. Ядритский ёбан, что за фиг... Обросим прощения, Петрович. Наши пилоты были плохо знакомы с географией острова Пирамид, поэтому часть десантной группы была доставлена на Малую Пирамиду вместо главной. Ваши ещё одна. Поляризероидов на острове очень много. А до двух часа до вашей высадки разведка доложила, что скульптура стражника, некогда обращенная мордой к светилу Вели, сочетавшись с нашим учёным просто декоративной, отжила и стала уничтожать все ресурсодобывающие сооружения. Причём доминоторы ничего не смогли с ней поделать. К их чести на машинах быстро сориентировали ситуацию и не активировались оставшиеся базы, так что его им теперь придётся полагаться только на имеющийся запас ресурсов. Какая-то добыча была остановлена, стражник замер и не реагировал даже на побыки плазероидов его уничтожить. Доминоторы осознали, что теперь они собираются... Это теперь они собирают огромную армию для массированного удара по охранителю острова. И дать им уничтожить великолепное творение, Петрович, и удачи вам, в общем-то. А где мои войска? Это мои войска? Всё? Это, извините меня, порнуха, а не войска. Поехали. Ах ты ж, ёп, всё я понял. Валим сюда. Раз, идёте на свет. Раз, идёте... Кэрул Фрай. Раз, идёте на свет. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну вези-низи, но тут будет сложно брать. Продолжение следует... Ой, здесь ты хилер, смотрите. Я живу, а мне зирк, чтобы в быстрый экспант выходить. Кто знает, страта 14-й Ноксус еще работают или нет. Это было гениально, Петрович. Да пребудет с вами сила звезды Велес Петрович. Вы настоящий воитель, а мы непременно выше, чем ваше имя на гранитных плитах славы. А пока примите скромное вознаграждение в 30 тысяч. И это еще не все. Ну, неплохо, по-моему. Если для вас интересное предложение, если вы решили, случайно не нашел общий знакомый рейнджер, предал он о том, что вы прекрасно готовите. Так вот, на планете Житсказ звездной системы Пхедок будет проводиться чемпионат по приготовлению пиццы. Спонсором Тони является сеть ресторанов Пицца Хак. Мы бы очень хотели, чтобы такая сеть ресторанов была развернута на нашей планете. Для этого нужно, чтобы представители нашей планеты заняли одно из трех первых мест. Да, давай, давай, давай. Но вы даже мудрые дни, я берусь за это. Так, звездная система Пхедок это где? А, ну это Вадим Прыжок. Пока. Тут дексты вы просто такой прикольный. Здравствуйте, Бонни Кэшди. Много подписчиков и много просмотров. Главное, чтобы не сдавайся, чтобы тебе все получится. Желаю тебе твоим стримам счастья, здоровья и всего самого лучшего. Ой, спасибо большое. Спасибо. Как сам экстремный чемпионат по рыбалке. Чисто рандом. Ты сможешь заряжать ракеты? Я же в тракете сейчас отказываться собираюсь, я пока не воюю и на потоковый лазер перехожу. Поэтому я ракеты заряжать не вижу смысла. Очень дорого. Так. Чисто ракеты. Что такое? Чисто ракеты. Такая фигня есть. Но где она? Вот она. А, ну потоковый бластер нанесу. Хидвить какое быстро, а. Не-не-не, отвали. Скорость 1112. Миры умирают, а. Хореть с ними. Так. Понеслась. Любой, кто прибыл сейчас на воде этот швейцказ, не смог бы не заметить всеобщее возбуждение. Прямо в космоборте вас встретил смешной малок, переодетый в повара с упомрачительной улыбкой во весь рот. А он повесил вам на шее громадный бублик и табличку с яркой надписью «Повар Петрович». Прямо в ухо вам ударила реклама. Вон сорт турнира сети ресторанов «Пицца Хак». К каждому участнику турнира представляется кредит на сумму 100 кредитов для питания в ресторанах сети «Пицца Хак». Вы зажали ушки руками, хотя информация о кредите пришлась вам по душе. Тем более, что ультра-неводного вывеска ресторана «Пицца Хак» как раз мигал неподалеку. Но ведь все равно их кредит наличности не удастся. По идее ресторана «Пицца Хак». На ресторане «Пицца Хак» играла приятная музыка. Мягкий свет изъявался на ультрафиолетовых светильников. Встроенных стены и потолок тем самым создавая приятную и уютную обстановку. Посетителей было немного. В основном бездельничали представители местной элиты. Еще заприметили несколько девушек явно не очень тяжелого поведения. В дальнем конце зала. Путаны о чем-то красно-речиво переговаривали, сделая при этом энергичные движения. Это какие, мне интересно. Выбрали свободный столик и устроились там поудобнее. Шустрый официант вынуждал откуда-то из состава его услуги и предложил вам минимум. Осталось только выбрать, что же вы хотите. Вегетарианская для фиян. Небесная для гальцев. Вегетарианская. Через некоторое время официант принес вам, она подносит что-то по виду дальнонапоминающую пиццу. Раньше фияни обитались неонными минералами, и лишь сравнительно недавние учились есть обычную для каких раз пищу. Однако фияни любили, чтобы пища была богата минеральными солями, а вот мясных продуктов на дух не выносили. Вкусы фиян вполне отражались в их пище. Салатные листья чертовались какими-то плодами и ягодами. Вегетарианское творение скорее напоминало салатчим пиццам. Уров это блюдо вы убедили, что так оно и есть. Давайте большую для молоков. Пицца для молоков была толстой и жирной. Калории так и сыпались с нее, как из рога изобилия. Дрец в кусочек вы сразу ощутили вкус мяса. При этом эстетически или экзотическими качествами пицца явно и отличалась. Самое главное, для больших молоков организмом было ее обеспечение необходимым количеством энергии. Морская. Пельницкая пицца, как и следовало жидкость, изобили морскими продуктами. Пицца была многослойной. Со всех сторон из нее отрочали плавники и шабры всевозможных морских обитателей. Также в пицце было много разных растительных и экзотических добавок. Традиционно для пельницкой кухни. Сверху все это украшало печеными улитками и разноцветными червячками. Никакой эстетики здесь, разумеется, и не пахло. Отрезав себе кусочек, где было поменьше семечков, вы попробовали на вкус шедевр империнского кулинарийского искусства. Но эти пицца обалденная для людей. Здравствуйте, Кабинович. Пицца вообще была блюдом, придуманной человеческой расой, поэтому пицца в исполнении поваров и людей отличалась с балансированностью, экзотикой и отличными эстетическими качествами. Хотя долго Альцик в плане эстетики людям было далековато. Цвета использованных продуктов контрастно чередовались друг с другом, ощутили на вкус самые разные компоненты – рыбу, мясо и овощи, и всякую экзотику, и остались вполне довольны блюдом. Пицца для гаальцев продавалась не на всех планетах. Дело в том, что пицца содержала редкие экзотические компоненты, вызывающие в отдельных случаях наркотическое опьянение. Этому также способствовала крайне низкая калорийность гаальских пицц. Как бы там ни было, вам захотелось попробовать экзотическое блюдо, накрытое стеклянным колпаком. Открыв колпак, вы сразу же были поражены красотой и эстетикой пиццы, продукты разных цветов контрастно перемежались, образовывая радужные узоры. Эта древняя школа гаальских и инкебан нашла свое отражение в кулинарном искусстве. После того, как небольшой кусочек пиццы отправился в ваш желудок, вы впали в транс. Сколько времени вы пребывали в нем – неизвестно. У идеи странцевы также оценили искусство поваров, старающихся угодить гаальцам. Открыть меня и на обычное блюдо. Будучи веселых гео. Янский салат – путь домой. Яйца с мозгами и сметаной. Дайте мне это. Вы слышали, что где-то на планете Земля в специальных питомниках выращивают особый вид обезьян – пушистых гамадрил. Эти обезьяны необычайно талантливы. Они имеют читать, писать и рисовать. Играют на десяти инструментах. Именно поэтому считается, что мозг от тех несчастных существ может повысить интеллект того, кто это съест. Такое, по вере, идет с древних времен от секты Вуду, активно развивающейся на планете Земля в 20-м веке. Тем не менее, тесты, проведенные на Малакско, добровольцы, показали, что действительно эта группа Малаков, которая регулярно управляла в пищу мозги обезьян гамадрил, имела коэффициент интеллекта на один пункт выше, чем группа, питавшаяся одними бобами. В результате эксперимента Малаки из продвинутой группы научились считать до пяти. В то время, как и остальные, только до четырех. Вам тоже заходило, попробуйте смесное блюдо, и вы сделали заказ. Еще парящиеся мозги вам принесли немедленно. Вы даже показали, что вы слышали крик, похожий на крик обезьяна, где-то за стенами ресторана. Попробовав пару ложек, вы с удивлением обнаружили, что начинаете вспоминать, зачем вы сюда прилетели. Ужас какой-то. Пойду, пойду-ка я отсюда. Поехали. 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 Образование подобного рода является альтернативной существующей практике глобальной конференции галактического масштаба для нахождения межрасовых компромиссов и улучшения взаимоотношений между народами всех планет. Вы красиво уклонились от прямого ответа. Оставалось следить, что образование на планете Чицказ финансируется правительством должным образом. А задачный корреспондент промямлил следующий вопрос. Как настроение перед соревнованием? Я порву им все в задницу. Не надо рвать задницу. Трудный вопрос, честно говоря, я немного не уверен в себе. Ничего, все получится, мы все в вас верим. Компостер решил вас поддержать. Неуверенность в себе редко находила симпатию, хотя скромность еще никого никогда не портила. Тут краем глаза вы неожиданно видели на большом панно, установленном возле входа в палат самого себя. Оказывается, ваше интервью транслировали в прямом эфире. Топа зрительно обладавшихся за вами на экране большого стерео-визора взорвалась после ваших последних слов. А требовательный возглас и аплодисменты в перемешку со свистом и увлеканием не смолкали очень долго. Похоже, вы становитесь известны. Поздравив самого себя с удочным началом, вы вошли внутрь палаца. Зал, в котором должны были приходить соревнования на мастерство приготовления лучшей пиццы галактики был переполнен. Зрители что-то кричали, постоянно пускали волны. Из-за шума мастердом различали объявления о составе жюри, которое будет оценивать приготовление пиццы. Потом училось зачитывание правил соревнований. В основном они касались принципов сопроводливой игры, но было и важное техническое правило. В общем, пицца должна быть от 10 до 12 до 20 единиц. Музыканты исполнили гимн раз и организацию участников соревнований. Весь зал, мгновения и стихи, зрители встали. Когда зазвучал славь все бесстрашные рейнджеры галактики, выброслезились. По небридой щеке текла скупая мужская слеза. Слов гимна, выразумеется, не знали, и потому просто шевелили губами в такт музыки. Потом на сцену вылезли ветераны чемпионатов в приготовлении пиццы и стали рассказывать всякую муру о традициях и преемственности. Тут вы заметили на одной склон пилинга, который подавал вам какие-то сигналы. Почему? Гальцу, нормально. Подойди к пилингу. Вы видите, новичок, так? Просил у вас пилинг. Могу предложить вам помощь. Всего за какие-то тысячи кредитов могу обеспечить вам расположение любого судей. Эти судьи поставят вам вешабл, даже если ваша пицца будет тошнить. К сожалению, я успею подкопить лишь одному судью. Эээ... Давай второго. Надо пилингу. Тысячи кредитов вывернули в зол. Красивый момент, когда вас еще два десятка участников, представители разных глаз пригласили на сцену. Выставлено против своего столика, на котором лежала изготовка для пиццы основы в виде желтой лепешки из слоеного теста. Толстый малок с поварском колбаке над головой ударил в гонки и объявил в начале соревнования. При вами тележках и коробочках разложены всевозможные компоненты, из которых делают пиццу. Компоненты разбиты по категориям. Ваш выбор. Экзотические компоненты. Уёбстуды. Седло молодого кабана. Седло молодого кабана было представлено на соревновании в единственном экземпляре, но стояло на тележке. Тележки занимало больше всего места на сцене. После некоторых раздумий, вы первым решились использовать этот крайне экзотический компонент. Схватив седло двумя руками, вы с трудом оторвали его от тележки. Под криками зрителей вы вытащили седло к своему столику. Публика взревела от восторга. После того, как вы его отразили красное седло сверху, ваше пицца стало значительно больше. Пиночек добавил лошадь без всадника. Овощи и фрукты. Рыбность. Нужна рыбность. Сало молодого поросенка. Кальмары свежие, глубоководные. Растительность. Растительность. Веленые помидорки. Нужно еще рыбности добавить. Треска сушеная. Растительность. Нужна. Бобы. Отправить пиццу в духовку. Наконец, вы решили, что пицца готова. По вашему глубокому убеждению, все компоненты в нужном количестве уже присутствуют в произведении кулинарного искусства. Вы подняли белый флажок, говорящий о том, что ваша пицца готова к выпечке. На столике у многих других участников уже виднелись такие же флажки. Вы потащили свое творение к духовке антикредитационные. Мегаволновка с активной абсорбацией уже была готова для приятного принятия кулинарного шедевра. Запихнув пиццу в камеру, вы захлопнули дверцу и нажали большую красную кнопку. Осталось только терпеливо подождать. После того, как все остальные участники приготовили свои пиццы, члены жюри приступили к дегустации. Это был самый ответственным и решающий момент обсеревнования. В напряженную выдвину с лица судей пытались уловить хоть малейшие признаки оценки вкусовых качеств своего произведения. К сожалению, было непонятно, чью пиццу в данный момент пробует судья. Поэтому оставалось не ждать оценок после окончания дегустации. Болельщики поддерживали своих участников, трубили в трубы, били в барабаны и взрывали петарды. Вокруг стоял невероятный шум. Какой-то судья впал в транс после принятия очередного куска пиццы. Задетели отметили, что это одобрительным кулом. Вдруг один сильно в жюри побледнел, после непродолжительного пауза начал плеваться пиццей на своего коллегу, без заботного сидящего рядом. Возле заплеванного судья заехал не сдерживающейся партнеру по дегустации прямо в глаз. Началась драка. Охранники принялись разнимать разбавшихся судей после того, как их отвели в туалет и вымыли, дегустация благополучно продолжилась. Наконец после того, как последний кусочек пиццы представленных на суд бесстрастных жюри был съеден, судьи вынесли свои оценки. Максимальная оценка была 10 баллов. Победитель определялся по сумме всех оценок выставленных членами жюри. Вы запомнили сумму 24. Тем временем стали появляться суммы основных фаворитов соревнования. 44. Ё-моё. Квест провален. Ну вот. Ты не окна, совсем не окна. Так, отбирается на соревновойде. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Давайте гальца подкупим. Ну, блин, тут все разные. Я даже не знаю, как тут, чем тут. Еще какой-то злёгкий, но никто не спорит. Так, ну давайте мясо. Вырезка петушиная. Лопатка баранья. Кабачки местные. Манго-мякоть. Кальмары. Свежие и глубоководные. Специи. Максы пищевой стопроцентные. Кости рыбные толщеные. Побеги бамбука. Побеги бамбука. Пусть не один. Винский бурбон. Давай. Ээээ, а уже лучше. А чё малок дает фи-1 подкупать? Пизжу. Стопроцентные. Смешите. Пизжу. Пизжу. Стопроцентные. так мясо и рыба укроп тамбовский нарезной селедка лопатка баранья сало молодого поросенка вырезка бетушины седла молодого кабана да вроде нормально поехали человек не оценил вы заполнили свою сумму 42 на табло тем временем стали болеется сумма человек 44 гусь кусь пеллингс и так далее крикнуть сам дурак оказалось что вы претенденты на призовые места включая вас набрали одинаковое количество баллов как же определить победителя в район проведенного соревнования то сумма победителя определяет зрители конференции предвещает что по жире имя каждого президента и при акции зала определяется победителя а же берега же начал показывать вам неприличные жертвы и публично вас оскорблять а в общем тактика всех известных бойцов перед честным поединком какова будет ваша реакция стиль штаны показать сопернику голую задницу что это за экзотический жест у разных народов означало разное видимо там откуда родом ваш соперник означал высочайшую степень уважения потому что ваш соперник сразу успокоился через некоторое время он тоже показал вам задницу и поверившись вы стали ждать обновления конференции на грязь кофе россии взял в руки микрофон и произнес леди энд джентльмена требуйте победы великолепные и сравненные обаятельные очаровательные мистер зала заявил в восторга ими вашего соперника протонуло время болельщиков зрители что-то кричали и хлопали на сцену тело все что было у зрителей вам стало страшно что вы проиграете вы уже приготовились к лучшему когда конференции снова схватился из микрофона а теперь бесстрашный и непобедимый и напористый смелый и неподкупный и справедливый рейнджер и тут зал взорвался больше имя конференции не смог произнести и начало твориться неимоверное зала кричала свистела орала и стонала плакала смеялась зрители подняли сцену вместе с участниками вы подбросили несколько раз вверх сомнений не было а вы победили это не заняться по достоинству не 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 это фигня заниматься не буду так планета интегре система велес полетели листарды первое место нет и в авто ну сказали третьего хватит и в первое как ты ну чему она мне вы прекрасно справились с заданием петрович не так-то просто попасть на пьедестал почему-то когда с тобой соревноваться лучший пара галактики фирма пицца хак уже начала развертывать сеть своих ресторанов на нашей планете ты не желаешь листача форума того из них нет очень жаль ну ладно вот ваши почти 20 тысяч кредитов в качестве бред за победителя все нет задания для меня больше так че искал потоковый бластер а вот они 38 30 30 49 так пьедок и артс давно не пересекались да скрытал на и пресекались аж каждый день стремлю за первый дует кубок да вы в бедево и и и и и и и ПЛАНЕТА ЧИМИЯ Итоги, мне нужен еще напхедок Три цвета он минимальный Да, такой фиг найдешь А бизнес-центр жадный Заодно закажем анализ рынка Почему ты ранг не поднимаешь? Потому что я могу ранг поднимать только пиратский А пиратский ранг поднимается только уничтожением Всего чего только можно Ммм, это к себе неплохо Ацетон канавит на орбиту самогона Как будто можно только все спалило Зампулазером поприло Зампулазером поприло Зампулазером Развезусь до летчик Так Система диадена Диадема Не, все еще ранг я не могу поднимать Не, я не могу поднимать Не, я не могу поднимать Ранг купивая домиков Но там Очень мало поднимается То есть я могу, например Убить просто военных Забаггал, я судно сковернулся Убернулся Силами А он Не затыхал Вот и не выдержал А, бедняга Витара все еще стримит Я ж думал, он дома забил Или куда-то Нашел себе работу Работать начал Цит Текст Надо выложить все отсюда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все остальное уже не имеет значения, потому что невыгодно Ну-ка, доминион есть! Нет, братский бас! Обозримой видимостью! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Коучи, да? Сейчас я потоковые бластеры заберу отсюда Надену их наконец-то на себе Продам ракеты Там уже посмотрим Так, какие тут самое галимое? У меня здесь микромодуль, микрострелы У меня здесь микромодуль, микрострелы Смотрится он довольно страшный Ну, нет у меня такого модуля, к сожалению Так, поехали Так, поехали На Юфале Там война едет Попробуем разобраться Тем более, там вроде не блазеры Тем более, надо присмотреть себе уже, наверное, новый кораблик Какой-нибудь более боевые Кажись, халяву вижу я Зачем? Ну, чтобы места было побольше Нормальная защита Ну, за счетой получается 29% А вот только у халяверов у меня маловато У меня всего их 3 из 5 Потому что все остальные, но более тяжелые Потому что все остальные, но более тяжелые У меня не было У меня не было У меня не было Хм, это же долго мне пробивают, что интересно. Так, знаешь, что тут можно спереть? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вот эта штука. Как тебе гряк-то новое? А никак. Его разве грякнули? Куда-то хрена сюда приперлись, пираты. Играет музыка. Играет музыка. И планеты все стали пиратскими. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыку. Ну, посмотрим, будут ли какие-то. Поменять сенсор, а не поменять? Давайте поменяем. Бери мне здоровущий! Здоровущий добылый сенсор. Да нет, я аж пират, по сути. Кто меня будет задолбливать такими предложениями? Всего один раз задолбали, я посрался с пиратами и убил четверых. С тех пор не задолбливаю. Так. Так, это киллеры, бля. Блин, как же долго они... Что это и следует? Так, назад. Вот здесь еще один атаковый бастрон, 44, на пхедоке. И давайте глянем на счет улучшения вооружения. Вот потоковый бастрон, например. И делать упор на урон или дальность? То есть, какой смысл вкачивать? Куда? Ну, все. Скучно, но урон. Давайте урон. Так. Урон. Грюк не может эффективно вздрелять, требует денег или вымогать грузы. Наготочения к нему максимальные. Врага от времени приходит сообщение от фонда. Поддержке лукотеренцев в больного высылать деньги. Хе-хе-хе-хе-хе. Аааа. Смя что? так почини камня гиду кое здесь макс коми пеленском брудованию так давай еще раз вооружение потолковые мы ищем 44 df поставила на одних и других планетах потому что я меняю постепенно и осколочную а ракеты на осколочную поэтому мне и то и другое на данный момент есть сейчас еще потоковые бластеры потом буду все менять на осколочную на судья мистик сам геропульский к чешая черта значим еще снова сейчас скорее всего чтобы минимизировать разброс надо будет меткой скачать таки задания не от уничтожения я не берусь да я понимаю что нужно что-то на упор делать мне сейчас на пакеты глядить надо сейчас возьмем там еще два потоковых бластера и и свалим в черную дру вообще сейчас надо корабль помощи по массивнее потому что там у меня получается массы не хватает так и так и и и и и но ну полетели вот там есть войнушка посмотрю что получится торпеды губ на кусок но это я от них избавился сейчас в таком блин ну с таким объемом только наркотиками торговать так эти есть вообще по идее скорость мне такая не нужна у меня где-то тройки младший это был из меня чинит лучше а че ты не исчезает периодически а козлина так надо лететь берегенеца да без эго если бы то что мы провалили благо уехать чинич дико и 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 chaque и с 19000 дайте 20 а подобрал лично а блин уничтожили когда по 50 ракет будет лететь под хвостом ну блин когда будет по 50 ракет лететь тогда буду только к солнцу летать че все я победил или еще нет ну тут надо надо астероид а вот еще один тебе ты молчей не приметил на счете а я теперь кажись победил почему пир а потому что я пират поляризатор доля а что же рейнджер нам как раз нужен опытной стратегии надеюсь вы нам подойдете перед вами стоит задача отбить у доминаторов острова исла майола возможно слышали об этом безжизненном абсолютно бесполезном куске камня так вот вся эта дезинформация мы специально стараемся увлекать внимание общественности к этому месту и даже устроитель специальное шоу и активируя антирекламная акция дело в том что именно там находится воспитательный полегон нашей последний секретной разработки беспилотного самолета невидимки ну давай посмотрим что думаете за задание да я думал на любую планету лететь тем более она здесь одна раз и дело начало спасибо что согласились помочь рейнджер петрович наши дела не активно нам удалось высадить десант на юге построить неплохо укрепленную базу но во время разведывательной операции весь десант был уничтожен тем не менее бата все еще база и все ресурсы в вашем распоряжении рейнджер на северо-западе сели келероиды а на встоке основа закрепились тираниды тираной тираниды все было бы не так плохо но на недавно спутники ссыкли вызовет квадратов блазероидов на юго-западном части у острова неприятная ситуация но возможно это даже к лучшему а можно пробовать и отравить демиаторов друг на дружку постарайтесь идти и закутить добывающие комплексы которые построили для испытания эффективности самолетов против наземных целей они должны еще функционировать и желаю вам удачи спащиба Продолжение следует... 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 А видимо с концами побежали. В этой версии всё топишь, кроме пушек, а кроме ракетниц. А, всё красный, всё захватил, да? Хорошо. Думаю, что зелёный ещё подержит, но нифига. КОНЕЦ очень крутой модуль за адмирала дают и стал в игре я не верю вы всякая борода только есть я сомневаюсь кого-то это надо таки мне поторгаюсь в процессе время часто восстанавливается крученок когда ты захочешь к товарищу который правильно понимаешь что он делает и для чего его смотрят человек сырок и тут же сидит в ТБ который устраивает танцовую музыку учет этот багнитовер большим количеством если на твиче то это и русская то это просто как выводы сидят там от силы человек от силы человек 200 сидит если не русская то хрен его знают действительно все настоящие что и и и и и и и и и как накручивают а очень просто покупается просто боты в чады и там сидят то есть буквально просто создается видимость зрителей покупается боты и считается зрителями то есть при этом в чате они сидят но как зрители не учитываются в этом это как бы очень просто проверяют то есть если у вас например там ну смотрите вас грубо говоря 2000 зрителей но при этом в чате вы сидит где-то примерно 100 человек повод задуматься о том какие остальные 1900 грандиозно великолепно и вероятно ренджер петрович каждое наблюдение установлено с самолетах невидимка филе и трансляцию сражений в прямом эфире и все окончательно убедили что на этом острове нет ничего любопытного тем более что половина самолетов было уничтожено стараниями ваших роботов конечно вы этого не заметили ведь самолеты невидимые и так после вычета из вашего гонорара суммы за уничтоженные самолеты экологические налога как было и задумывалось атмосфера нашей планеты и отчисления фонд ветеранов классической войны мы влачем вам оставшиеся 46 тысяч получит 47 нет 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 ничего не говорите для нас для вас нам ничего не жалко и не забудьте острове из ламайола это самое убого и непримечательное место из нашей планете здесь вы меня правильно поняли а сейчас можете вручить вам награду хрустальная чакра а пройден операцию а вот и не было еще быть то не было специально году на кайской организации с водой чистоты вот такая байки нибудь какой все дорогой лично если любите любую внешность но даже на если внешность это время порно ценить алгоритм потому что туда-сюда появилась каждый может а сделать атристично это уже надо уметь я думаю это с практикой приходит кстати тут где-то черная дыра есть давайте посмотрим она ниже надо же гальцем чего от этих падалов что ведь процесс верно что еще тот эрганистичная в полуголом даже не полуголом а фактически голом борода там парня который сидит и обмахивать себя полотенчиком потому что это жарко а и и Что-то я как-то увлекся. Нахилок ты не бам. А вот хилка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Намей человека, который тебя еще будет обмазывать опухолом. Валя, пока пьяц смотрел. Намейте вздох. Ай-яй-яй. Не надо меня обмазывать, вы че. Представляете, как сложно горячий шоколад с волос скребать? Очень тяжело. Ай-яй-яй. Я буду отвечать на этот вопрос. Хе-хе-хе-хе. Валя, фазер и гипергенератор. Я позже еще не встречались. Какой-то так, какие впускы люди и другие модели волосы, да, из пути конечно есть. У меня перевес. Позволяет переносить корабль в гипертонель, чтобы позволять передовольствовать здание до 40 протек, вне зависимости от характеристик, где выглядели, включает дистанция вспышка. Скорость корабля нулевая. Так. А, да, нужно сюда. Гипергенератор уже не актуален, но как не актуален, ничего не актуален. Че че? Ой. Что-то хрустнуло. А, да, я хотел бы исправить корабль такого же типа, но побыстрее. Не, побольше. Возьмите его, возьмите его, полностью возьмите. Так. Так. Типу. Рейнджер, военный пират, транспорт, лайнер, дипломат. Хм. Давайте напишем быстрый. А, да. Быстрый корпус марки 1. К сожалению, все корпусы типа быстрые, просто отвратительные. В бромированном корпусе. Гравикорный корпус. Есть вот такой вот корпус. Есть вот такой вот корпус. Серия идеал и серия кость страха. Что-то в этом году, видимо, без кораблей. Так, надо все это оставить. Где-нибудь. Абоньки, здрасте. Я бы взял идеал, но он типа не очень быстрый. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...